всем привет сегодня выходные а значит новая локация этот объект мы получили по наводке подписчиков надеемся что охрана не приедет но всякое может быть кто там уже тут подраздел рыбанил есть даже некий план не будем показывать да мы его не покажем на план девакуационный аппаратура горит да датчики также мигают закрыт мы не будем стараться и не буду закрыт открытого не будем открывать скорее всего открыто вот уже боли датчик поновее даже интересно что все мигает что все открыто вот я говорю что он очень свежим выглядит и вот это тоже смотри они чистый чистый вообще их как будто только-только поставили может выйдем подождем минут десять я бы вышел потому что эти датчики совсем как новые ну давай понять и простить мы решили все-таки рискнуть пройтись показать вам этот объект не знаем бред не приедет охрану но все-таки рискнем прикольненько смотрите какие живопись сейф с ключами ну тут все пусто уже совсем вообще ничего нету ну тут все-таки рискнем приколить лестницу никуда и лампа стоит смотри хода нет лампа выключатель есть пойдем прорваемся попробуем прорваться самой интересной часть от бусто совершенно не заходи только что или также относительно нет вообще ничего какая-то минимальная мебель и все в принципе если кто сам догадается то пишите что за объект в комментариях может это был здесь работал это на улице да вот тут тоже дача надо было конечно мне тоже фонарик достать да не нормально да давай давай начнем отсюда это что это гранаты до учебка все равно интересно проверять не будем как она без щеки уже это 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 река говорит ого ух ты где год пишется 90 год прикинь ты этой газете лет больше чем мне интересно теперь прикольно так выглядит как патрон я без света тут вообще как рот я без света тут вообще как рот мне хотя бы ссср блин бюллетень высшей аттестационной комиссии приколит государство и право вообще круто коммунист эстонии прикинь ну-ка не тут много 66 года вот это сейчас как долго это все собирали ну да эту историю прикинь ты собирали собирали а в итоге совок развалился это никому не нужно осталось в принципе что с этим делать печку как максимум печку топить это больше возни чем пользу и это все такое все эти хлам печатный станок походу как быть телевизор смотри какой здесь чисто мусор уже о ящерка о сигарет не видел это нет даже не видел никогда мест видел место интересное потому что я еще и сам здесь не был поэтому вдвойне интересно смотреть скидка коморка сожил она уже настолько убитая то ли вахтер то ли нет скорее всего какой-то ремонт был чего вот в эти волосатые волосатые времена знаешь так по дедовке ком так какого 2007 года уют долго лучше не находиться тут уже плесень все по его это противогонка от машины нарус до какой-то такой пыли вековой просто оранжевая что это чем это все покрыт не воняет по лесеню конкретно на поэтому лучше долго здесь не находиться на место очень интересное мне нравится особенно такие совковые места потому что эта история когда от этого все не будет хотя бы видос останется фотки какие-то сейчас по минимуму фотографирую сервис на реку просто въелся на самый кита важный документ ну круто мне нравится я доволен даже спортом кто-то тут занимался этот гребень это этот хрущев а брежнев а это кто андропов нифига из такой бэ у него шевелюра приснилась еще какой-то пассажир но он не подписан может кто знает бани что ли ну что-то похоже печки уже нету первым делом улета там как бы был элитный сразу видно банька его тут посидел потом квасик попил или пивасик все что на чем сортир пойдем и дальше ух ты дверь то такая прикинь что за дверь где-то в том боку дверь огромная толстая внутри ничего Ну, рискуем? Да, рискуем, давай. Зачем приходится быстро авокюрироваться? Задьба откуда? С какого? Смотри, здесь у меня V4S, а вы медный, слышишь? Они бы уже приехали. Да, но может быть здесь уже идет. Это пожарка. Вот она. Так, вот. Вот это то, что мы хотели показать. Больше всего. Это именно вот это помещение. Сейчас пойдем посмотрим, карты остались. Чего тут мигает там? А, тут тоже вон развербали. А, тут уже туда кипиш на нем. Пойдем посмотрим, карты остались. А, где намного-то... Стеллажи, по-моему, убрали. Стеллажи? Да. Да, наверное, было больше стеллажей. И вот это вот, скорее всего, будет бомбон-убежище. Да, вон она. Вон она, карта, да. То есть, вот таких карт было больше. Не знаю, где остальные. Вот одна еще сохранилась. Иди сюда. Пойдем покажем эту установку. А вот они, стеллажи здесь хранилось, много чего хранилось. Слышишь, Антон, тут синий дача бегает. Что? Синий дача бегает, бегает здесь достаточно сильно ярко. Где? Вон. Что, остаремся или нет? Пойдем быстро, налево. Сюда? Да. Не очень помню, про какую установку ты говоришь. А, про эту? Да. Вот такая установка. Мы показываем быстро, потому что, скорее всего, сейчас будем выходить. Потому что датчиков много. Где-то стоят более современные. Чтобы. Пойдем оттуда через двери вводим? Да. Идешь в другую сторону. Все правильно. Так что по этому видео такое быстро, все на ходу делаем, чтобы обезопасить себя в том числе. Мы удачно эвакуировались, быстренько-быстренько походили, показали вам, что это, где это. То есть пишите, может вы поймете, где это место, что это такое. Подписывайтесь. Для вас прошло минут десять. На самом деле уже прошел целый день. Мы вернулись, чтобы более конкретно, детально показать это здание. Например, вот это место, где мы сейчас расположены. В девяностых годах здесь располагался бар «Стелла». Пойдемте дальше. Допонят сразу нестерико. Нет, мы уже начали. Кстати, изначально я не стал говорить, что здесь было раньше, это был государственный архив в свое время. Само здание было построено как элитный дом, но после оккупации его не стали применять по назначению. Это была, по-моему, последняя экскурсия сюда. Смотри, какой сейф. Ух ты, вот это сейф. Я таких даже видеть не видел никогда. Ну это солидный какой-то, очень конкретный. Приколи. Просто как шкаф. Да, все комнаты пусты, смысла нет. Да, да, да. Я просто не помню куда идти. Я говорю не помню куда идти. А, пойдем. После оккупации здесь находился начальник полиции, ЦК, служба безопасности, партийная школа, сам архив государственный и еще какие-то предприятия, такие как банк и еще некоторые. А я еще не упомянул о том, что все окна здесь зарешечены. То есть это не просто обычное здание. Вот сами стеллажи, архиваторы. Ну на данный момент тут только какие-то радиаторы, потому что скорее всего здесь будут это все сушить и в этом месте будет бомбоубежище. Поэтому здесь столько новых радиаторов. Кстати их не было, модели совершенно новые. Значит уже готовят бомбоубежище. А он стоит у пястников на... Да. На балансе. А? На балансе у пястников. Да. Он подтоплен. Чуть карты. Да. Чтобы его привести в нормальный вид, как бы сюда вложения нужно. То есть просто высушить его как бы не получится. Понятное дело, что уже на то, чтобы высушить, сколько надо потратить ресурсов. Вот. У нас в Эстонии электричество очень дорогое. Угу. 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 Как тут они были? Вот. Я обожаю эти стенки. Данное сооружение снабжало воздухом и поддерживало нужную температуру в этом здании. Изначально оно было построено немецкой компанией для определенных температур в рыбацких лодках. Но потом его переделали, чтобы здесь поддерживалась определенная температура. Сумели же все-таки, знаешь, как бы вещи, которые были предназначены для одного, переоборудовать совершенно в другое. То есть какие масштабы рыбацкой лодки и какие масштабы здесь. Сфоткай эту самую табличку, может быть кому-то будет интересно. Я оставлю потом фоточку. Всякие клапаны. Да. Смесь. Всяких. Короче, о. Сделано в СССР еще, прикинь. Ну да. Это же здание. Я же говорю о том, что в 30-е годы он планировался уже как элитный дом. Я по ходу дела немножко фотографирую, потому что скорее всего это либо в ближайшее время разнесут мародеры, либо просто снесется. Может не в ближайшее, но все-таки со временем этого не будет. Ну да, это печально. Вообще удивительно, что такое объект. Как бы ну в такой легкой доступности. В принципе, наверное, мы все показали. Мы, может быть, пробежимся еще на самый верх. Если там будет что показать, то покажем. Если нет, то мы уже на этом закончим. Пишите свои комментарии, если вам было интересно это место. Пишите, что бы вы еще хотели, может быть, видеть. Помимо забросов, какой-то контент. Будем развиваться. Всем хорошего дня. Ставьте лайки. Пишите 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 лайки.